Уважаемые коллеги, первый доклад посвящен лечению профилактики эспираторных инфекций, замене рекомендаций. И я хочу сказать, что я хочу начать с того, что мне докладывать стало очень легко, после того, как была присуждена в прошлом году Нобелевская премия, которая посвящена практически основам вот этого доклада, который я хочу вам представить. Потому что Брюс Бойлер, Жюль Хоффман и Райль Стаймон они получили Нобелевскую премию в прошлом году за раскрытие механизмов врожденного и приобретенного иммунитета. И вот то, что о тех различиях, которые действительно существуют при этих процессах, было показано, что врожденный иммунитет как действительно первичная линия защиты, но, к сожалению, эта линия не имеет иммунологической памяти. Поэтому, встречаясь каждый раз с антигенами, которые воздействуют с микроорганизмами, каждый раз, в общем-то, возникает новая реакция. И, конечно, важно то, что приобретенный иммунитет имеет эту иммунологическую память, является очень высоко антигеноспецифический ответ, и реакция запускается, но, к сожалению, реакция запускается после определенного времени. Что было еще? За что еще присуждена Нобелевская премия? Что забыла? За открытие тол-лайк-рецепторов, вот здесь представлены те взаимодействия, когда любой микроорганизм, который есть в природе, но обязательно при воздействии на организм, должен через только воздействие только через тол-лайк-рецепторы. И еще одно очень важное звено – это дендритные клетки, которые очень своеобразные такие, они являются как бы своеобразным мостиком между врожденными, между адаптивным, между приобретенным иммунитетом. Потому что фактически только, опять-таки, через воздействие с дендритной клеткой возникает запуск уже приобретенного иммунного ответа. И вот эти дендритные клетки, они представлены, вот здесь как бы они есть, ну, практически там, где есть слизистые оболочки, и вот они как своеобразные улавливатели, так сказать, этих антигенов. Здесь, кстати, нативный препарат представлен, так сказать, и, соответственно, после этого воздействия уже они презентуют этот антиген. В дальнейшем, то есть одно распознавание, обязательно с участием рецепторов HLA-системы, и обязательно уже идет включение Т-клеток иммунной системы и так далее, макрофагов, Т-клеток и так далее. И вот здесь было показано, что эти дендритные клетки, они на себе имеют очень много, несут различных рецепторов, в том, так называемых тол-лайк-рецепторов, которые являются своеобразными рецепторами тревоги. Причем оказалось, что всего этих, выделено на сегодняшний день 11 типов тол-лайк-рецепторов, которые практически распознают все существующие антигены, которые и вирусные, и бактериальные. Причем оказалось, что те рецепторы, которые находятся на мембране клеток, там, скажем, второй, шестой, четвертый и другой, так сказать, тип, то они действительно участвуют в распознавании бактерий. А здесь представлены различные субстанции, то есть липопротеиды, допустим, липопротеи, кислота пептидогликана и так далее, липополисахариды, то есть это структуры бактерий, которые распознаются вот этими тол-лайк-рецепторами. И те рецепторы, которые находятся внутри клетки, скажем, они как раз распознают, это вирусные, так сказать, ДНК, РНК вирусов и так далее. То есть не случайно так, кстати, устроено, потому что вы знаете, что вирусы, они проникают внутрь клетки, да, то, кстати, распознавание уже происходит только после этого. Это достаточно уже изучено на сегодняшний день, и я еще раз говорю, что за это была присущена Новороссийская премия, это семейство рецепторов, которые необходимы для сигнальной передачи вот этого сигнала тревоги, то есть именно участия, активации иммунной системы в дальнейшем, кстати, на все типы. Я не буду вдаваться, в общем-то, в подробности в детали, потому что на сегодняшний день очень хорошо детально изучено весь механизм от активации рецептора, так сказать, до, уже непосредственно до тех генов, которые потом запускают синтез различных провоспалительных цитокинов и так далее. И это на сегодняшний день уже хорошо достаточно изучено. Я хочу начать с того, что у нас действительно появился в течение уже, ну, фактически, наверное, полутора лет, появился препарат, который, в общем-то, основа, действие которого основано на активации подобных рецепторов и запуске вот этого иммунного ответа адаптивного. Это препарат Респиброна, это поливалентный, бактериальный, субривальный иммуноактивный препарат, который получен из 8 типов грамм отрицательных, грамм положительных бактерий с помощью механического лизиса. Вот это, так сказать, технология производства, потому что, вы знаете, существует достаточно много различных препаратов бактериальных лизаторов на рынке Украины, но в данном случае Респиброна отличается тем, что он имеет другие совершенно, то есть, виды бактериальных штаммов способом ведения и процессом производства лизаторов. Вот, собственно говоря, в этой таблетке содержится 50 мг, которая содержит там все те практически микроорганизмы, которые вызывают респираторные инфекции, начиная с гемофилиус, стритокок, и марокселу катаралис, хлебсиелу пневмонии и так далее. То есть, все, вы видите, они здесь представлены. И технология производства – это то, что это единственный лизат, который получен путем механического лизиса. При этом важно то, что он сохраняет свою антигенную структуру, потому что до этого, так сказать, те лизаты, которые делали путем химического лизиса, вот здесь представлены препараты различных. Практически это аморфное вещество, вот бактериальные частицы, они разрушены, лизат содержит только растворимые антигены, и в отличие от этого механического лизата, здесь, естественно, тоже происходит разрушение, да, скажем, самых микроорганизмов, потому что иначе мы выйдем просто в микроорганизмы, да, которые будут вызывать процесс патологический. А здесь, кстати, чуть ли видно, что это бактериальные частицы, которые на себе несут вот эту антигенную информацию, и это более, оказалось, что это более эффективно воздействует на иммунную систему человека. Что еще? Я хочу сказать, вот как раз работа, которая доказала о том, что есть различия, существенные различия в подходе, так сказать, именно механических и химических лизаторов. Была изучена эффективность применения этих лизатов, было под наблюдением 114 больных, которые были распределены на три группы, вот которые, ну, практически по 38 больных в каждой, был механический лизат, химический лизат и группа контроля. Соответственно, возраст, видите, что он не отличался, вот соотношение, так сказать, тоже там, мужчин и женщин, тоже было примерно одинаково. То есть группа была эта самая. И вот были три схемы применения. То есть, соответственно, одна таблетка один раз в сутки, в течение 10 дней, в течение трех последующих месяцев назначался. То есть это был, еще раз, лизат, лизат механический, то есть именно РСП-брон, был химический лизат, и, соответственно, контрольная группа, которая не получала никакого профилактического лечения. Очень простые тесты. Мне всегда нравится, когда, скажем, не нужно изучать какие-то цитокины, чтобы доказать эффект препарата. Здесь, как вот, как при, у нас была там недавно защитина доктор-социация по НРС, то либо он есть, либо его нет. Точно так же и здесь. Респираторно, рецидивирующий респираторный эффект. Да, либо они есть, либо их нет. То есть по частоте можно всегда сказать об эффективности. В данном случае, так сказать, вот в период лечения, группа, где был механический лизат, каждый третий только практически заболевал, да, респираторной инфекцией. Там, где был химический лизат, каждый болел, да, независимо от того, получал, или нет. И в контрольной группе даже было больше число случаев, то есть 1 на 23, на, так сказать, они, чем в группе, скажем, других. И в дальнейшем, так сказать, также продолжено это наблюдение, потому что работа выполнялась не только в течение, так сказать, применения препарата, а в течение трех месяцев после применения. Видите, что несколько возрастало все-таки тоже без препарата количество случаев эпизодов инфекции на одного больного. 0,42. Но, так сказать, было и при химическом лизате практически оставалось незначительное только по сравнению с тем, что было. Оно незначимо. И дальше контрольная группа, видите, что еще больше возрастало число случаев эпизодов инфекции на одного больного. И был сделан вывод о том, что применение рецидивирующих, рецидивирующих респираторных инфекций бактериального лизата, который получен путем именно механического лизиса, является более эффективным, чем химического лизата. И не было при этом отмечено ни одного случая побочных эффектов. Потом, когда уже анализировали эти группы наблюдения, то оказалось, что там, где был использован химический лизат, вот 38 этих больных, оказалось, что у 9 из них пришлось применить антибиотики. То есть это говорит о том, что неэффективность, оказалось, то есть схема, которую я применяла. Тогда, когда в группе, где был механический лизат, вы видите, что антибиотиками ни один случай не приходилось использовать антибиотики. То есть в данном случае, используя соответствую математическую статистику, было показано, что это тоже достоверно. И вот практически здесь чуть ли не каждый четвертый, то есть почти 25%, было с применением антибиотиков. И по основному, как раз, механизму действия оказалось, что основное действие, это, конечно, стимуляция вот этих дендритных клеток, прежде всего локально, в слизистой ротовой полосе, потому что препарат используется местно, то есть для рассасывания, то есть очень удобно. И, соответственно, поскольку идет активация вот этих неспецифических факторов, то он активирует дендритные клетки, макрофаги, нейтрофилы, индуцирует фагоцитоз, стимулирует отъезды и активирует нейтрофилы. То есть практически весь спектр. И очень, что важно, так сказать, что при этом особенно повышается выработка специфических сывороток, и особенно синтез возрастает секреторного иммуноглобулина класса, который, вы знаете, защищает практически все слизистые оболочки, так сказать, независимо, там, дыхательный, патичный, мочевая система или это пищеварительный трамп. Мы также использовали у детей этот препарат. У нас он был практически больше полугода на испытаниях, и это были дети, которые, так называемая группа часто болеющих детей. Ну, присутствующие спедиатры прекрасно понимают, о чем идет речь. Вот потому что это действительно дети, которые болеют 6, 8, 10, мы наблюдали детей, которые болеют практически беспрерывно. То есть один эпизод заканчивается, и начинается новый, так сказать, эпизод респираторной инфекции. Мы использовали, соответственно, классификацию Альбитского. И часть детей этих, основная группа, они применяли, так сказать, помимо общих мероприятий, получали 10-дневный вот этот курс терапии респиброном, который соответствовал, так сказать, всем рекомендациям. И дети контрольной группы, они получали только общее такое укрепляющее мероприятие и ничего. Они были идентичны, так сказать, по возрасту, полу и так далее. И вот здесь та схема, которая применяется, так сказать, это сублингвально, вот, по одной таблетке один раз в сутки, обычно желательно за 30 минут до еды, вот, 10 дней, если эта речь идет о лечебном применении. И, соответственно, профилактически, то, что мы применяли здесь с целью, то есть, профилактики этих инфекций респираторных, то, соответственно, 10 дней каждого месяца в течение трех последующих месяцев. То есть, ну, скажем, такая схема известна. Да, другие препараты подобного типа, они также применяются по подобной схеме. И нужно сказать, что вот по тем данным, которые мы получили, соответственно, мы видели, что уровень заболеваемости осами респираторными снижался почти в два раза, 1,86 раза в течение первых трех месяцев наблюдения и в полтора раза на протяжении первого года мониторинга этих детей. Почему у нас так получилось, достаточно длительное такое наблюдение? Потому что, когда препарат только был зарегистрирован в Украине, то он рекомендован был с применением к шестилетнему возрасту. И когда мы применили детям, вот начиная с шестилетнего возраста, мы не получили существенных, было как бы, ну, то, что такое, грубо, по ощущениям оно улучшало, но статистически мы не получили хорошего ответа. Мы потом очень долго анализировали, что происходит, потому что оказалось, что дети, которые, знаете, что дети, чем старше возраст, тем уменьшается частота, ну, частота заболеваний. Естественно, что вот эти группы оказались практически уже старше шестилетнего возраста, они не дали такую разразительную статистику, как нам бы хотелось. Оказалось, действительно, что когда препарат потом был, потому что непонятно было изначально, почему он зарегистрирован с шестилетнего возраста, потому что в Европе, а это абсолютно европейский препарат, который применяется достаточно, скажем, уже давно, достаточно хорошо представлен он в литературе, оказалось, что он применяется даже, есть работа даже с 10-месячного возраста. И поэтому, конечно, чем меньше возраст, тем больше частота, и тогда оказываются эти различия более значимы. Поэтому, когда мы дополнительно, так сказать, сделали группу уже детей младшего возраста, то мы действительно получили хороший терапевтический эффект, который был подтвержден. И также вот на 3 раза мы меньше использовали потом последующие антибиотики уже в первые годы на будине, когда наглядали достаточно длительно. Но очень часто, вы знаете, что, к сожалению, респираторная инфекция, это как бы не всегда, самое основное, это то, что, к сожалению, очень часто заканчивается у детей пневмонией. И вот то, что есть в мире, скажем, ежегодно возникает около 156 миллионов случаев пневмонии в возрасте до 5 лет, причем это 151 миллион в развивающихся странах. Но тут, скажем, много говорят о том, что наша страна развивающаяся, не развивающаяся. Я вам скажу, что мы по структуре младенческой смертности мы относимся к высоко развитым странам. У нас такая же структура, то есть вырожденные пороки, состояние перинатального периода. Единственное, что у нас, вот мы тут в Киеве вели борьбу, так сказать, с нашими патологоанатомами, у нас практически не ставится диагноз синдрома внезапной смерти. Вот. У нас было в Киеве, скажем, вот в последние годы примерно 10-12 случаев ежегодно регистрируется смерть ребенка на дому, причем классической. Вечером покормили, положили, утром проснулись, ребенка нет. То есть как бы в классике. И диагноз, который нам пишут наши детские патологоанатомы, называется ОРИ. Да, и это, конечно, вызывает, мы проводили с ними определенную работу, потому что это, ну, вдуматься только, да, в столице Украины дети умирают по-третью. Даже не от осложнений, да, скажем, если бы там был привлечь, я бы еще понимал, то есть, да, это возможно, и пневмония тоже возможна. А здесь вот такие ситуации бывают. Поэтому, скажем, в Штатах 16% в структуре, это третье место, это синдром внезапной смерти. У нас, конечно, такого частоты такой нет, это тоже надо сказать, потому что, ну, если там, условно говоря, рождается 32 тысячи в Киеве детей, а умирает там 12 из них на дому с классическими такими признаками, то это, конечно, не третье место. Но, во всяком случае, так сказать, вот то, что есть в пневмонии, это да. И нужно отметить еще, что достаточно высокая частота госпитализации. То есть, на сегодняшний день сохраняется где-то в среднем это 10% детей, которые требуют госпитализации. И вот нужно сказать также, что конец прошлого года оказался очень таким плодовитым на пересмотр рекомендаций. У нас была создана украинская группа, так сказать, по пересмотру рекомендаций по введению пневмонии. В России мы под гидрофедерацией стран СНГ, мы также участвовали в этой работе, была тоже пересмотрена и классификация, и подходы к лечению. И вот вышло это, буквально в конце, в октябре месяце были американские рекомендации педиатрического общества детских инфекционистов, изданные по лечению внебольничной пневмонии. И аналогично в ноябре месяце вышло рекомендации у британского таракального общества, которые были посвящены также пневмонии у детей. Но я хочу посвятить вот эту часть, так сказать, не внебольничной, а амбулаторной, потому что внебольничная пневмония, вы знаете, она делится на две большие категории. Тех, которых не нужно госпитализировать, то есть мы ведем амбулаторно, степень тяжести небольшая, и первая, вторая, допустим, степень тяжести, а уже когда идет третья, мы тогда обязательно госпитализируем. И вот здесь, в этом плане, существует достаточно существенное различие в плане этиологии. Я просто хочу именно то, что если говорить о внебольничной пневмонии, вы помните о том, что есть возрастные особенности, когда мы назначаем терапию, то мы с учетом эмпирической, то есть той этиологии, которая есть. И в основном, так сказать, на 70, там даже некоторые говорят, ну, в принципе, так, может быть, более реально 40, 50, 60 процентов, это все-таки скриптокон, а дальше, так сказать, идет все остальные. Что касается, вот, я хочу просто дать одну работу, которая была опубликована в американском журнале «Педиатрис», но она была сделана очень, ну, скажем, самая такая работа, где высокий был, большой спектр исследований на различные бактерии, вирусы и так далее. И вот вы видите, что там, где приходится госпитализировать детей, то в 34 процентов случаев это действительно бактериальная этиология, но здесь тоже сектакон климонии имеет такое достаточно существенное значение. Дальше атипичная микрофлора, дальше это вирусная, 16 процента дает, вирусно-бактериальная, 23 процента, ну, и там не обнаружена тоже достаточно высокая частота, до 80 процентов, то есть, вернее, можно этиологию определить от 50 до 80 процентов, то есть, он даже в хороших лабораториях, хороших клиниках, 20 процентов остается не обнаружено, нельзя обнаружить, эти этиологические факторы, и это, конечно, очень сложно. Вот, но во всяком случае, это, кстати, это то, что значительно есть отличие от внебольничной амбулаторной пневмонии. И вот что написано экспертами британского тараканного общества, все дети с четкой клинической диагностированной пневмонии должны получать антибиотики, как при бактериальной, так и при вирусной этиологии, так как их невозможно четко отличить друг друга. Мы действительно пытались, так сказать, тоже как-то разганичить по клиническим, по лабораторным, по антибиотическим признакам, так сказать, вот вирусную бактериальную пневмонию, это действительно очень сложно, потому что есть какая-то микросимптоматика, которая позволяет, сказать, с большей вероятностью, там, бактериальная, с большей вероятностью вирусной этиологии, но во всяком случае, вот то, что касается воспитальных случаев, то там выйдет на очень высоком проценте просто вирусная бактерия. Ну, что пишут по этому поводу эксперты американского общества детских инфекционистов? Не нужно проводить антибактериальную терапию детям дошкольного возраста, потому что вирусные патогены отвечают за большое количество клинических болезней, ну, клинических случаев, скажем, хотя это дословный перевод, и достаточно строгая рекомендация доказательства высокого качества. Вот видите, то есть даже две очень солидных организации, да, скажем так, которые работали эксперты, наверное, абсолютно я уверен, что это были лучшие эксперты, которые занимаются этими вопросами, и они не пришли к четкому выводу, да, то есть все это, в конечном итоге, мне всегда нравится, что на всех абсолютно рекомендациях вот обществ наших зарубежных коллеги пишут, там, на первой же странице, в рамочке, что данные клинические, если рекомендации, если не исчерпают все клинические варианты, там, болезни, да, и только лечащий врач определяет тактику дальнейшего лечения. То есть мне это очень нравится, потому что это действительно так, потому что даже вот противоречие, которое просто налицо в данном плане. Ну, опять-таки, когда мы говорим о том, что, о том, что, да, может быть, продолжить мысль, я еще могу сказать, что мне очень нравилось, я ходил на лекции профессора Даштаянца, Гайка Петнач, когда он работал, будучи на шестом курсе, я ходил к нему на лекции, потому что, ну, лекции-то были просто потрясающие, вот, и он всегда в конце говорил такую фразу, давайте мы запишем схему, да, протоколов не было понятия, да, так сказать, давайте запишем схему лечения экспертонической болезни. И дальше, классика, схема нужна врачу в двух случаях, когда ему некогда думать, и когда ему не о чем думать. То есть, в принципе, очень, очень то же самое, что сейчас используются протоколы, в общем-то, да, если подходить чисто механистически к этому вопросу. Так вот, когда мы говорим все-таки в таких госпитальных случаях вот пневмонии, то, конечно, мы подозреваем, что в этих случаях всегда большое количество, скажем, есть микроорганизм бета-лактомаз, да, которые разрушают антибиотики, кстати, здесь очень важно учитывать. Тем более, что видите, что в стафилококе более 90% штаммов, они синтезируют бета-лактомазы, мароксала, которая есть до 90%, так сказать, те же то, что гемофилизм, инфлян, то есть все те же, которые вызывают как раз именно пневмонию. И вот что касается бета-лактомаз тоже. Мы очень часто, к сожалению, мы только с прошлого года, так сказать, напросились на исследования в Смоленск, так сказать, и согласился Роман Сергеевич, профессор Козлов, с тем, что взял наши штаммы на исследования. К сожалению, у нас нет мониторинга, да, мы должны ориентироваться на какие-то, на какие-то страны, где-то проводятся. И вот я просто в качестве примера, что очень сложно всегда ориентироваться, потому что две рядом, рядом соседствующие страны, Италия. Распространенность у гемофилизм, инфлян, бета-лактомаз 2,9%, а во Франции 35,6%. И вот, ну, скажем, что использовать нам за основу? Ну, опять-таки, Россия, которая имеет там 15,2%, наверное, это все-таки ближе, где-то примерно. То есть, поэтому, конечно, лучше всего иметь результаты собственные. Я еще раз, мы надеемся на это исследование с Ломаном Серичем, которое нам позволит все-таки иметь какое-то представление о том же, что же происходит все-таки у нас. Ну, и то, что вы знаете, что защищает в таких случаях, так сказать, либо клавулановой кислотой, либо там сульбактамов, ну, аминопенцилин, вот, в частности, так сказать, из того, что есть, появляются цифалоспорины, которые защищены сульбактамов, в частности, сульбактамакс, который мы применяли. И, в общем-то, было показано, что вот как раз, поскольку в педиатрии цифтериаксон является очень, ну, я знаю, как я думаю, что я скажу, и вы согласитесь, что это один из лучших антибиотиков, который применяется в парентеране, да, скажем, для детей, потому что очень хороший спектр чувствительности и грамм плюс, и грамм минус, так сказать, да, то есть хорошее, хорошее такое сочетание. И мы его очень широко применяем, в том числе и при пневмонии. И вот цифтериаксон, который защищен, и, конечно, мы ожидали, что получил, кстати, этот препарат, мы ожидали, конечно, улучшения эффективности терапии, потому что чувствительность все-таки даже у тех штаммов, которые были нечувствительны, резистентных цифтериаксонов, 83% из них оказались чувствительной сульбактамаксу. То есть настолько хорошо этот препарат, вот его комбинация настолько хороша, что позволяет даже снять резистентность там, где она уже сформировалась. Ну и особенно, кстати, препарат мы применяли у части детей, где все-таки высокая степень тяжести, мы применяли его внутривенно. Конечно, концентрации достаточно высокие создаются в очагах воспаления, и потом через 3-5 дней мы переходили на уже внутримышечное применение, и, собственно, опять-таки, еще получали хороший терапевтический эффект. Уже там 5-му дню уже были хорошие различия, 5-й и 7-й, но мы взяли, так сказать, для контроля первого контроля, уже мы получили динамику вот индекса PCI, то есть индекса тяжести течения пневмонии оказался значительно ниже по сравнению с теми контрольными антибиотиками, которые мы применяли. В том числе включается F-3-аксон, так сказать, без незащищенного. И, соответственно, было сделано вывод о том, что это действительно эффективно, и также я сошлось на Роман Сергеевича, профессора Козлова, потому что они тоже изучали этот вопрос, и, соответственно, эффективность, она действительно была выше, чем по сравнению с незащищенными с F-3-аксонами, достаточно быстрое действие, длительное бактерицидное действие, кратность введения, если тяжесть была, скажем так, уже 3-4 и выше, то, соответственно, мы используем два раза в сутки, а так можно однократно применять один раз в сутки, это хорошее тассо, ну и, соответственно, доступная цена тоже немаловажна, потому что, скажем, к сожалению, сейчас ушел с Ринкароцепин, но, в принципе, как и с F-3-аксона, конечно, он был достаточно хорош, но вместе с тем достаточно дорогой препарат. Вот. Я благодарю за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста.